У вас есть шанс, у вас есть шанс посмотреть на то, что происходит с вами в жизни другими глазами. Бизнесмены и руководители, айти-специалисты и врачи. Все они собрались, чтобы на один день покинуть привычный мир и оказаться в совершенно новой, собственной стране. Здесь проходит деловая игра под названием «Государство, бизнес и власть». Впервые в Уфе ее проводит эксперт по переговорам и двукратный чемпион России по управленческой борьбе Константин Смирнов. Люди проснулись утром и оказались на необитаемом острове. В совершенно новом государстве, где нет еще никаких законов, где нет еще никаких порядков и нет понятной технологии взаимодействия. И вот они все вместе сегодня будут стараться создать новое государство. Они вместе должны будут произвести продукт, питание, собственно говоря, для граждан своей страны. Они должны будут накормить своих граждан. Для того, чтобы граждане были накормлены, здесь должен быть воссоздан весь процесс жизнедеятельности государства. Нужно добыть сырье, нужно его переработать, нужно произвести продукт. Между участниками случайным образом распределяют роли – президент и министры, производители и поставщики, и даже таксисты и пенсионеры. За несколько часов в стенах конференц-зала образуются предприятия, проходит полный цикл производства и реализации продукции. А еще идет настоящая политическая борьба и проходят демократические выборы. Игрокам приходится формировать общественные институты, поддерживать финансовые потоки и, конечно, постоянно договариваться друг с другом. Эта игра – это метафора организации. Это игра – метафора построения компании с ее корпоративной культурой, с ее порядками взаимоотношений между учредителями, между сотрудниками организации, внутри коллектива и создания бизнес-процессов. Вроде бы игра, а с другой стороны – это очень мощный тренажер самообучения управленческим, коммуникационным навыкам. Традиционно главная аудитория таких бизнес-игр – предприниматели или руководители. Но здесь игроки заверили нас – интересно и полезно будет всем. Участники уходили с игры, наполненные эмоциями и новыми знаниями – о бизнесе, о мире и о себе. Мы сюда пришли и мы увидели самих себя. Ага, вот у меня вот здесь не хватает, вот у меня вот тут не хватает. Вот у меня, как, допустим, тоталитарный режим, то есть это, вижу, меня тянуло туда, диктатура. То есть это были мои установки, частично не проходили, просто увидел самого себя. Слабые стороны, но я поняла, что мне нужно прокачивать больше лидерские качества. Вот этого мне однозначно не хватало, но коммуникатор я неплохой. Личностный рост я себе назначила, потому что знаешь, над чем работать. Первая мысль – что я достигаю результата. И что люди мне доверяют и верят. Над чем нужно работать – это нужно уделять внимание эмоциональному настроению всех участников коллектива и более оперативно совершать делегирование полномочий. Конечно же, лидерские качества, я пришел сюда за этим. Как вам кажется, сегодня получили импульс для развития своих лидерских качеств? Да, я подтвердил сегодня свои, опять же, выработанные лидерские качества, уверенность. И понимаю, что нет предела роста – это самое главное. Нужно всегда обучать, посещать бизнес-тренинги. Действительно, самосовершенствование – это путь, по которому можно идти бесконечно. Для тех, кто интересуется личностным ростом, хочет добиться успеха в бизнесе или политике, или просто лучше разобраться в себе, в башкирской столице уже скоро состоится новое, еще более масштабное событие. 6-8 ноября в Уфе пройдет бизнес-лагерь «Траектория лидера», где соберутся 50 руководителей и собственников. Это мощнейший состав, чтобы повысить свои управленческие навыки, повысить свои навыки нахождения в сложной, в агрессивной среде, как сейчас, как время. Повысить навыки коммуникационные, ну и обрести новых знакомых и друзей на всю жизнь. Надо сказать, что бизнес-лагерь – это событие, которое переворачивает жизнь без исключения людей всего 3 дня. Но в эти 3 дня проживается опыт, эквивалентный в жизни, там, 2-3 годам жизни. Именно поэтому это мощнейший проект, который не имеет аналогов в мире. Узнать больше о бизнес-лагере и подать заявку на участие уже сейчас можно на сайте, адрес которого вы видите на экранах. Артем Валитов, Ильдар Каюмов и Роман Мугуманов. Телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова